Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Я рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео мы с вами будем смотреть ваш второй прогноз для всех знаков зодиака в период с 27 сентября по 4 октября 2020 года. Работать я буду сегодня с двумя колодами, потому что постоянно запрашивайте. Еще раз напоминаю, что все колоды я озвучила в начале видео. Основная колода у нас Dream Keepers Terror, как вы видите, от Лиз Хаустонс. И Ленорман Силуэт. Поэтому ничего нового. Думаю, колоды вам здесь хорошо известны. Но давайте начнем с вами работать и просматривать, что же вам готовит неделя. Хочу напомнить, что расклад является общим, не индивидуальный, не может отыграться для каждого из вас по ряду причин. Возможно, я не ваш практик, не резонирует. Либо вам нужно смотреть по асценденту, кто-то смотрит по луне. Мне, знаете, как вы сами для себя определяете порядок, как вам комфортнее, как вам лучше смотреть. Но я хочу вам сказать о том, что вы должны понимать, что это общая рекомендация. Так как знак зодиака один, и для каждого из вас ситуативный ряд не может быть идентичным. Воспринимайте эту информацию как пищу для ума размышлений, как подсказку для того, чтобы миновать какие-то ситуативные моменты в вашей жизни. Итак, начинаем традиционно с овнов. Овны. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что у вас здесь на повестке дня? Ну, давайте смотреть и изучать, что к чему. Как мы видим здесь по ситуации? Здесь ситуация трудного выбора. Будете сковывать себя в каких-то желаниях, либо решениях. Причем эти желания могут касаться как какого-то увлечения, даже в плане личной жизни. Этой серии ограничивать себя, не проявлять эмоции, не проявлять заинтересованность, не выказывать свою симпатию. Либо это, знаете, как сдерживать свой импульс. Серии, вот хочу это платье, понравилось, не могу, боги, боги, что же делать, брать или не брать. То есть это, знаете, как говорят арканы, немножечко сбавить темп. Что здесь может быть еще боя тем арканам? Если мы с вами, в принципе, будем пытаться их интерпретировать под каждую сферу жизни. Если на текущий момент вы свободны, то арканы здесь указывают на то, что может появиться какой-то объект желаний. Но, повторюсь, будьте скованы, будьте бояться проявиться эмоции, либо, в принципе, проявить какие-то чувства, чтобы не облажаться. Потому что очень есть такая внутренняя боязнь быть и понятым, либо непонятым. Если же у вас любовные треугольники, то это сильная эмоциональная привязанность к человеку. Это мысли, это постоянные о нем эмоции, сны, мечтания, особенно если вы в ссоре, либо на расстоянии. Могу сказать так, о примирении пока, например, речь здесь может не идти. Но если вас интересовало, думает ли о вас человек, вспоминает ли он о вас, могу сказать однозначно, что да, и думает, и вспоминает, и желает здесь быть вместе. Потому что могу сказать, видите, идут какие-то внутренние порывы, написать, выразить мысли, прояснить какую-то ситуацию. Если вы в стабильных семейных взаимоотношениях, это может быть, в принципе, сдерживать себя в эмоциях, идти на компромиссы, не быть вспыльчивой, несдержанной. Потому что по этим арканам, как показывают карты, это все-таки контролировать себя в проявлении чувств. Кстати, иногда бывают ситуации, когда кого-то можете чувствами задавить. И вот здесь будете сдерживать свой порыв и напор, как собственным, так и, например, вашего партнера, который к вам может плавать чувствами и пытаться вас задавить вниманием. Если рассматривать арканы относительно вопросов работы, вы в статусе неработающего пенсионера. Не нужно мне задавать вопросов относительно, а если я в декрете, а зачем вы такое говорите? А почему нельзя сказать просто пенсионер? Потому что пенсионеры, они могут быть работающими. Так вот, работающие, это есть работа по найму. Неважно, в каком социальном статусе находитесь. А неработающие пенсионеры, это не с позиции того, что вы безработные. Это все, вы уже на отдых, на поход. Для тех же, кто ищет работу, я озвучиваю отдельную строку, она так и называется, соискатель. Так вот, если вы неработающий пенсионер, могу сказать так. Здесь ограничивать себя в каких-то хотелках, в каких-то тратах относительно вопросов и помощи. Будет ли какая-то помощь, не могу сказать. Например, наоборот, будет больше ваши порывы помочь кому-то финансово в той либо иной ситуации. Если вы в статусе соискателя, сейчас дотяну на вас, аркан, снова король мечей падает. Здесь это как успешно пройденные собеседования. Это может быть кардинальная смена профориентации для вас. Но как мы видим, по тройке жезлов здесь есть перспективы трудоустройства. Если вы наемный сотрудник, то могу сказать так. Во-первых, в отношении вас могут прощупывать почву, что вы за личность, и не показывать чувства и эмоции. Так и вы вас, потому что эмоционально зацепить, и вы будете себя сдерживать, ограничивать, даже дабы не смешивать, как говорится, личное с публичным. Если же у вас свой собственный бизнес, то первое, это ограничивать себя, вложиться во все сразу, ввести несколько проектов, несколько видов деятельности. И могу еще сказать так, для некоторых может быть сложный период. Почему? Потому что будет вынужденная ситуация, например, какой-то бизнес прикрыть, например, который не рентабелен. И уже после этого вкладываться в нечто новое. Если рассматривать здесь вопросы здоровья, могу сказать, что здесь могут идти нарушения кровотока, лимфотока. С этим могут быть проблемы, в остальном же каких-то перипетий здесь я не вижу. Что у вас здесь в негативе? Крушение планов и надежды относительно того, что это осуществится очень быстро, но касается в первую очередь вопросов реализации, ваших амбиций. Это первое. И в рамках этой недели будет какая-то обида, потому что останетесь непонятым. Например, будете пытаться донести какую-то идею, а все скажут, что, допустим, нелогично, нерентабельно, неинтересно. Вы знаете, у вас такое будет горькое послевкусие и осадок относительно того, что вас никто не понял и не оценил. Вот об этом говорят арканы. Что здесь у нас может быть еще? Для некоторых будет болезненный выбор, с чем он будет связан. Вы будете понимать, для того, чтобы двигаться дальше, нужно выйти из состояния единодчества, поставить в точку. И неважно, это вопросы личной жизни, нужно будет меняться. Либо это вопросы, связанные с вашей деятельностью, то есть кардинальный новый подход к чему-либо. Вы к этому, конечно, не готовы, но вы понимаете, что все, так далее продолжаться не может. Сложно будет на это решиться. Хорошо. Что у вас здесь на совет? На совет у нас падает старший аркан император, который указывает на ситуацию. Во-первых, следите в рамках этой недели, контроль над ситуацией, над эмоциями, над собой, чтобы все было стабильно. Во-вторых, идите на компромиссы, если это того стоит, и вы объективно оцениваете ситуацию, с мужчинами, руководителем, супругом, братом, кумом, сватом, потому что это карта мужчины, которая для вас является авторитетом. По тому, либо иному вопросу. Плюс, если нужна помощь, то обратиться к таковому человеку за помощью, за советом, за руководством к действию, к каким-то подсказкам. И на самом деле, как показывает карта, здесь, несмотря на то, что может вам не понравиться хоть действий, хоть мыслей, ситуация для вас обернется своей лучшей стороной, благодаря тому, что человек сможет вовремя проконтролировать, подсказать, подвести вас к решению тех либо иных проблем. Что у вас на неожиданность? На неожиданность, как мы видим, ситуация касается работы, потому что здесь проявить мудрость в плане развития бизнеса либо становления себя в плане работы. У некоторых это еще может отыграться ситуация по здоровью, как некий вопрос затяжных хронических болезней и вопросы лечения и восстановления вашего состояния здоровья. Хорошо, переходим с вами к тельцам. Так, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что у вас там? Ну, давайте смотреть. Рыцарь кубков, сила, король мечей. Протактовать здесь можно по-разному. Если с деловой точки зрения это какое-то очень выгодное деловое предложение, это помощь и поддержка от вышестоящего лица либо человека, в котором вы заинтересованы. Это также может быть содействие, связанное с вопросами поезда, переезда, смена места жительства. Это, допустим, обретение долгожданного вида на жительство. Это, в принципе, получение пакета документов, которые для вас значим, связанных с переездом. Здесь может быть помощь, еще связанная с вопросами приобретения, купли-продажи транспортного средства. И второй момент. Здесь может отыграться ситуация проявления чувств, эмоций и эмоциональной сексуальной тяги по отношению к вам, вот персоны. Ну, отыграться в большей степени для женщин, потому что, видите, здесь падает король мечей. То есть мужчина, который к вам идет с интересом. Если смотрят мужчины, ну, если вы не традиционная ориентация, для вас трактовка будет та же. Если вы традиционная ориентация, то отыграться как выгодное партнерство, взаимодействие по бизнесу. То есть какое-то интересное предложение. Ну, давайте рассматриваем в целом. Итак, если вы свободны, да, здесь может пройти новое знаковое знакомство. Каким оно будет дальше, какое оно будет иметь развитие. Ну, могу сказать так, поднимет вашу самооценку. Но каковы перспективы? Ну, по императрице можете стать любимой желанной женщиной. Если смотрит здесь мужчина, ну, это вас кто-то очень сильно заинтересует. Вы таким образом можете проявляться по отношению к какой-то даме сердца. Знаете, как бы пытаться блеснуть своим интеллектом, либо какой-то своей жизненной позицией, дабы зацепить девушку, которая вам нравится. Если же у вас любовные треугольники, то арканы указывают на укрепление взаимоотношений. На самом деле, тут все ровно как было, так и останется. Почему? Потому что у вас здесь сильное сплетение. Вы как одно целое. Не знаю, насколько хорошо вам видно по прорисовке, но тем не менее. Ситуация именно такова. Если у вас стабильные семейные связи, это могут быть планы совместной поездки на отдых. Это, в принципе, эмоциональное восстановление отношений. Это тяга друг к другу. Это поддержки. Это, в принципе, знаете, как человека не только поддержать морально, эмоционально, но и, в принципе, делать какие-то приятные подарки, чем-то порадовать, создать какую-то комфортную обстановку. Потому что здесь, ну, эмоционально разрядить, чтобы было понятно вот так. Если смотреть относительно вопросов заработка, вы в статусе неработающего пенсионера, то неожиданный подарок, неожиданная помощь. Здесь два варианта. Либо вот от мужчины мечевого, ну, то есть водолевесы, близнецы. Неважно, кем он вам приходится. Родственник, ум, брат, сват. Либо официальный пересмотр, не знаю, может быть, субсидий, пенсии, каких-то дотаций по отношению к вам. И вы будете этому очень рады. Если вы в статусе соискателя, то могу сказать так. Вам придет очень интересное предложение. Оно будет соответствовать вашему уровню квалификации. Будете довольны. Но, тем не менее, не все вам будет нравиться. Например, не совсем будет устраивать график труда. Потому что по аркану силы, как мы видим, здесь сковывающие обстоятельства. Но они для вас будут выгодны, либо будут удобны. И если вы наемный сотрудник, тут ситуация двояка. Это, знаете, к вам придется предложение, от которого как бы нельзя отказаться, потому что вы не можете подвести человека, либо что-то, ну, каким-то образом, да, испортить с ним отношения. Но и не совсем оно вам в радость. А вам это предложение придется принимать. Причем это может как касаться деловых проектов, так и, знаете, кто-то действительно к вам может привлечь симпатию, продавливать вам на отношения. И вы будете понимать, что если, например, вы не согласитесь, это может негативным образом сказаться на вашей работе. Так, что здесь еще? Если смотрим с позиции бизнеса, это выгодное деловое партнерство, это успешно пройденные проверки. Это даже обрести, может быть, какое-то лицо, которое будет лоббировать ваши интересы в проверяющих инстанциях. И если относительно вопросов здоровья, это найти грамотного специалиста, который вам и действительно проведет достойную и грамотную диагностику и назначит соответствующее лечение, которое вам поможет восстановиться. Что у вас здесь в негативе? Будем просматривать. Так, ну, успеть все. Но это ваше традиционное, потому что здесь и работа, и семейные проблемы. И хоть, знаете, разорвись, к чему вы будете касаться? Особенно, если вы будете оказывать финансовую помощь кому-либо, например, и родственникам, и себе, и закрыть еще какие-то вопросы на повестке дня. Потому что здесь, знаете, вопрос отстаивания интересов в финансовом аспекте. Это вопрос и распределения денег, там кому чем помочь, кому сколько дать, и поиск, где же найти новый источник заработка. Кто-то может здесь составить еще интересы по поводу возврата долгов. Очень так настойчиво будете даже конфликтно выяснять. Но чем завершится, сейчас посмотрим. Ну, по рыцарю Пентакли все равно вас будут кормить здесь завтраком. Если отдавать, то так, частями с позиции, лишь бы не гавкали. Хорошо. Что у вас здесь в качестве совета? Петерка кубков. Это если у вас уже накрыли депрессивные мысли, усталость, эмоциональное, физическое истощение, то забейте на все, пришло время отдыхать. Вот об этом вам говорят арканы. Потому что двойка мечей, это закрыться от всего и вся. Видите, у вас девятка мечей, пошло эмоциональное выгорание, бессонница, усталость, может быть у кого-то даже панические атаки. Поэтому, видите, девятка кубков. Пришло время насладиться отдыхом, восстановлением и, в принципе, какой-то работой, хобби, либо, не знаю, вещами, которые вам радуют. Хорошо. Давайте посмотрим на неожиданные события. Что у вас здесь проходит? Птицы, лилии, гроб. Очень интересно. Ну-ка, подождите. Здесь может пройти известие о кардинальных переменах, связанные с работой. Это как сплетни о кардинальной ситуации. Знаете, ситуация ощущения, ситуация катарсиса. Знаете, я могу сказать, зачистка кадров. Потому что здесь вот как известия связаны с переменами на работе. Причем для вас перемены по айству в лучшую сторону. А ну-ка сейчас. Еще у некоторых, но это не для всех, это максимум 2%. Это для вас неожиданно придет известие о том, что вы вступаете в права наследования. И могут быть какие-то перипетии здесь по поводу дебюшки на спество с какими-то дальними родственниками. Вот так для вас отыграется эта неделя. Хорошо. Смотрим близнецов. Что у нас здесь у близнецов, к чему им готовится. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Даже мы вот так сделаем. Потому что я взяла и почему-то не посмотрела, что идет здесь пустая карта. Так, что у вас здесь в позитиве? В позитиве решение вопросов с недвижимостью. Почему? У кого-то это завершение ремонта, у кого-то в принципе дизайн проекта, или по этим картам. Кто-то будет искать для себя подходящее жилье, то есть куда переехать, что приобрести. В принципе, это вопросы купли-продажи. У некоторых, помимо кардинальных ремонтных работ, это знаете, вот башня-звезда, это завершение, либо закрытие каких-то долговых обязательств, связанных с жильем. Ну не знаю, может быть там долги за ЖКХ, либо если вы там собирались быты, что-то переоформлять, руки не доходили, будете переоформлять, платить. Ну то есть это все, что связано у вас непосредственно в бытовом аспекте с вопросами недвижимости. Это не обязательно может быть жилье, это может быть и гараж, подвал, может быть какая-то пристройка, все что угодно. Может быть коммерческая недвижимость, которой вы решили заняться. Там вопросы субаренды, аренды и прочих нюансов. То есть то, что косвенно, либо напрямую связано с этими вопросами. Ну, видите, по тройке кубков будете довольны результатом, поэтому отчаиваться здесь не стоит. Смотрим аспекты личной жизни. Итак, если свободны, это, знаете, как быть в поиске, быть открытым новому. Почему? Потому что пришли через кризис страдания и очищения. Но тут я пока перспектив не вижу. Если же вы на текущий момент в любовных треугольниках, это, знаете, как заявить, что если не будет перемен, я ухожу в новое. Я оставляю ситуацию и иду вперед. Ну, не то чтобы с целью там поиска, оно, тем не менее, с целью, знаете, как быть свободной, быть открытой для новых отношений, нового союза. Если у вас стабильные семейные связи, то речь здесь может идти о каких-то конфликтных ситуациях, которые обнажат ваши проблемы, и вы сможете грамотно из этих проблем выйти. Если это касается вопросов заработка, вы в статусе неработающего пенсионера. Сейчас для вас дотянул даже аркан. Что у вас здесь? Ну, по рыцарю жезлов, это все-таки, знаете, как либо ждать помощь издалека, финансовую, видите, не знаю, там от детей какую-то там дотацию, либо возврат долгов, либо в принципе ситуацию заработка. И могу сказать так, то, что заработаете, то и будете тратить на недвижимость. По какой причине, я думаю, вам будет виднее. Это даже могут быть предметы декора, обновления, даже вот постельное белье вы, например, купили, либо что-то еще. Это то, что вы будете тратить на домашнюю утварь. Вот об этом идет речь. Хорошо. Если вы в статусе соискателя, это в поисках, потому что здесь, знаете, вот не можете определить свою нишу. Будете искать далее. Если вы в статусе наемного сотрудника, может быть какой-то очень серьезный конфликт, в рамках которого вам нужно будет подтверждать свою компетенцию, квалификацию, и то, что вы достойны этой работы. И могу сказать, вы очень так хорошо проехали эту проверку. И если же у вас свой собственный бизнес, здесь могут быть какие-то проблемы с вопросами аренды, субаренды. В принципе, не дай бог, конечно, там затопили соседи сверху, потому что здесь это как решать ключевые проблемы, связанные с офисом, месторасположением. Ну, вот открывай снова, снова тройка кубков. Понимаете? Сейчас посмотрю еще для вас. Открою аркан. Помогу. Ситуация под контролем. Поэтому здесь 100% сможете это решить в позитивном ключе. Если будем рассматривать с вами вопросы здоровья, обратите внимание на опорно-двигательный аппарат и суставы. Здесь, скажем так, могут быть незначительные проблемы. Хорошо. Что у вас здесь в негативе? В негативе. Так. У кого-то это, знаете, какие-то траблы в поездках. Ну, например, перенос рейса, помнять билеты. Это, в принципе, какие-то вот, ну, ступор, потому что по семерке жезлов это отстаивать права и интересы. Ну, кого бы у вас, кстати, видите, посадник. Что здесь может быть еще? Это, в принципе, может быть быстро развитие событий, к которым вы не готовы. У некоторых это вы знаете, какое-то известие, которое может разбить ваши иллюзии. Не совсем приятные вещи. Это могут быть сплетни, которые могут подпорить на ваше настроение. Вам нужно будет отстаивать репутацию. Ну, то есть, мелкие неурядицы. Даже посмотрите по арканам. Они все младшего порядка. То есть, они не несут каких-то особых, знаковых и значимых событий. Давайте смотреть, что у вас здесь в плане совета. Ох, два старших аркана. Императрица повешенная. Ну, надо же. Если для женщин это вопросы преобразования, акцент, заняться собой. Ну, ладно, даже не важно, мужчина вы или женщина. Тут подразумевается, кстати, проработка именно не внутреннего баланса, а внешней оболочки. То есть, если вы видите, что имеет место быть, то пришло время заняться внешними данными. Подстричься, перекраситься, записаться в спортзал, подкорректировать, в принципе, вашу физическую подготовку, обновить гардероб, в принципе, может быть, произвести какие-то манипуляции, которые кардинальным образом вас изменят. Например, если вы никогда не носили каблуки, то, знаете, подойти к этому по-новому, либо наоборот. То есть, какие-то перемены, которые вас преобразят и, знаете, сделать заметными. Что еще? Императрица и повешенные это вынашивать какую-то идею, какой-то, знаете, план, продукт, проект. Это, в принципе, в качестве совета и рекомендации, если у вас стоял на повестке дня вопрос зачатия ребенка, удачное или подобрано время, удачное. Либо, если стоял вопрос рожать, не рожать, но карты здесь указывают рожать. Это могут быть вопросы лечения женских заболеваний, очень успешные в рамках этой недели. То есть, это все, что идет на акцент плодородия и красоты. То есть, вынашивание планов, вынашивание идей и их реализация. Хорошо, давайте посмотрим на неожиданность данного периода, о чем здесь у нас идет речь. Ситуация сложного выбора. С чем она у вас будет связана? Это будет на конфликте. Вот видите, вот башня, леса и письмо. Во-первых, какие-то сплетни, пересуды, связанные с работой, плюс какие-то вопросы бюрократии, связанные с госинстанциями. Вам нужно будет проявить какую-то хитрость, хитрость, мудрость и смекалку, чтобы грамотно выйти из этой ситуации, из этого вопроса. Если особенно это касается вопросов оформления, переоформления, пересчета и прочих нюансов. Но повторюсь, это будет на конфликте. Но значит, так-то может быть, потому что вам нужно отставить свои интересы. И тогда сможете получить и бумаги, и какое-то разрешение, ну, прийти к какому-то консенсусу. Хорошо. Будем с вами переходить к знаку Зодиака Рак. Посмотрим, как для них отыграется следующая неделя, на что им необходимо обратить внимание. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Ох уж эти раки! Десятка, пентакли, тройка, мячи, пажмячи. Могу сказать так. Первое, что здесь идет по картам, кто-то будет активно интересоваться вашим доходом, источником заработка и прощупывать почву, а где же вы такие хорошие берете деньги и на что вы их тратите. Это первый момент. Поэтому в качестве рекомендаций не распространяться, чем вы занимаетесь, сколько вы зарабатываете. Ну, возможно, помимо этих лиц, которым вы действительно искренне доверяете, ваши родственники и так далее. Тут подразумевается в первую очередь чужое окружение. Дальше. Что здесь может пройти еще? Здесь по связке этих арканов могут где-то ходить сплетни, которые вас очень сильно ранят о том, что вы либо нечестным, либо неправильным способом зарабатываете деньги. Я не буду говорить в простонародье, как это называется, но вас будут позиционировать именно так. Почему-то вас очень сильно ваше окружение в рамках этого периода будет интересовать ваш доход. Что здесь еще? Это вы будете также в поиске источника денег, потому что на повестке дня будут задать вопросы, слишком много трат, либо слишком много нужно приобрести. Где достать, чтобы закрыть все эти планы, проекты, которые у вас здесь были на текущий момент. Что здесь может быть еще? Смотрите, могут быть штрафные санкции, неважно за что, это могут быть и коммунальные, и вопросы нарушения ПДД, и всего чего угодно, но тут такой момент. Не расстраивайтесь, потому что даже если вас оштрафуют, поверьте, штрафы будут не в том объеме, не в той сумме, в которой они могли быть по факту. То есть, знаете, как вам скостят за красивые глаза. Вот об этом могу сказать точно. Так, если рассматриваем ситуацию с вами относительно вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободны. Увы и ах, все, что вам здесь могут предложить, это быть в статусе любовницы, содержантки, либо может нарисоваться товарищ Альфонс, либо, если смотрит меня мужчина, можно нарисоваться такая мадам, естественно, вы прощупаете почву, поймете, что такой кандидат к отношениям, в отношения, точнее, вам не подходит. Если рассматривать вопрос любовных треугольников, то здесь однозначно разбитое сердце, попытки следить друг за другом, мониторить ситуацию и, знаете, самодостаточность на показ. Значит, здесь может быть ссора, но которая вам тоже, по сути, сыграет на руку. Может вызывать чувство ревности у вашего партнера или партнерши, потому что по девятке Пентакли вы всячески будете позиционировать, а посмотри, как мне без тебя вообще, кажется, жизнь по кайфу и жизнь радость, потому что здесь это могут быть и фотографии в соцсетях, и фоточки, и какие-то интриги, интриги, особенно, если это барышни, потому что, вот посмотри, какая такая классная, самодостаточная, тут на лоне природы, растянулась и в красном платье. Ну, то есть, показать себя с лучшей стороны, чтобы вспомнилось и прочувствовалось, посмотри, кого же он потерял. Хорошо, если смотреть стабильные семейные связи, могу сказать так, здесь может быть накал страстей по поводу финансов. И серия, кто сколько зарабатывает, возможно, кто-то финансы утаивал, либо будет такая шокирующая информация, например, оп, а ваш там товарищ, подруга, либо брат, сестра, мать, отец взяли кредит, и по какой-то причине вам придется его гасить. Почему это выплывет в позитиве? Ну, во-первых, сможете каким-то образом эту ситуацию решить, ну, то есть так, чтобы вы на законодательном уровне за это не отвечали. Ну, и знаете, чем раньше, тем лучше, чтобы это не доросло до каких-то таких баснословных сон, которые вам потом будут однозначно в тягость. если мы с вами будем рассматривать вопрос заработка, вы в статусе неработающего пенсионера, могу сказать так, здесь разобьет вам ситуацию сердце, во-первых, нет заработка, либо нет дохода, либо даже здесь по связке карт, это потерять какие-то деньги, потерять не обязательно с позиций именно в кошельке, но это элементарно, вы пошли где-то что-то приобрели, пошли в другой магазин, а там дешевле, и вы знаете, у вас такая досада и развитое сердце, могут быть конфликты по этому поводу. Если вы в статусе соискателя, это разбитое сердце относительно того, что, например, вас взяли, вы трудоустроились, проработали, вам не заплатили. Почему впадать в позитиве? Ну, это знаете, как на ранних стадиях выявить какое-то мошенничество, либо попытки заработать на вас, и вы сможете своевременно из этой ситуации выйти. Так, если вы наемный сотрудник, могу сказать так, либо, если вы, ну, каким-то образом причастны к откатам, у каждого же по-разному работа, проходит, и не нужно думать, что я заточена только на постсоветское пространство, но в первую очередь озвучиваю, конечно, для лиц всех тех стран, которые проживали в СССР. Почему? Ну, свой менталитет, своя подача, скажем так, свои правила жизни. Поэтому, все-таки, если вы сидите здесь на процентах, на бонусах, на откатах, могут пойти какие-то слухи, либо, как вы зарабатываете, как вы там, грубо говоря, мутите деньги, могут с этим быть проблемы. Это первый момент. Во-вторых, может быть какая-то конфликтная ситуация. У вас руководство относительно заработка, выплат, премий, бонуса, что вам что-то задолжали, может быть конфликт. Либо, если вы здесь увольняетесь и рассчитываетесь, то вам, знаете как, не выплатят неустойку, либо те суммы, те деньги, которые обещали. Если у вас собственный бизнес, что здесь идет по картам? Выложились, не получили инвестиций, либо вам не вернули своевременные деньги, либо вы выясните ситуацию, что вас кто-то пытается кинуть на деньги, еще вот что немаловажно. Вы скажете, что тут за лицеприятная информация? Но вы эту ситуацию сможете предотвратить, либо вышить из нее по максимуму, наказать человека, каким-то образом вернуть деньги на проценте, что угодно. То есть, это, знаете, выйти из ситуации с наименьшими потерями, чтобы вам было понятно. Если касается этого вопроса в здоровье, то здесь идет рекомендация пройти диагностику сердечно-сосудистой системы, потому что здесь и повышенный холестерин, и может быть образование бляшек, склонность к тромбофлебиту. Соответственно, это может быть и одышка, и затверненное дыхание, и плохое, скажем так, насыщение кислородом, в принципе, органов и тканей вашего организма. Тут непосредственно к врачу. Что ж, у вас тут пустая карта, не хотят вам говорить, что у вас здесь в негативе. Переживания по поводу денег. Пустая карта, туз, кубков, пятерка, пентакли. Любимое дело, которое не приносит денег, дохода. Вот во что-то вложились, нет отдачи. Будет очень сильно по этому поводу переживать, париться. А не зря ли я вложился, вложилась. А будет ли отдача? Либо если вы человеку поверили, там дали взаймы, а вернет ли деньги? То есть тут аспект все-таки идет на вопрос заработка. Да, безусловно, для некоторых из вас это может еще касаться вопроса зачатия, деторождения. То здесь, либо могут быть какие-то проблемы с деторождением, либо, если вы планировали, я скажу так, не совсем удачный период, либо можете узнать о неудавшейся попытке зачатия. Совет. Ну, по девятке жезлов. Все-таки будьте, знаете, как, это, во-первых, вопрос защиты. Это вопрос личного пространства, личных границ. То есть, как отстраниться от третьих лиц. Больше на текущий момент быть одной. Потому что по десятке пентаклей, если это вопрос заработка, решения семейных проблем, то здесь не до коммуникации с обществом. Если возназревает конфликтная ситуация, безусловно, в первую очередь думать только о самой себе, либо о самому себе. О самом себе. Что у вас здесь в плане неожиданности недели? Ох. Ну, вот смотрите, то, о чем я говорила. Либо, к сожалению, неудачное эко-оплодотворение, либо могут быть какие-то проблемы с зачатием, где-то рождением, либо новый проект, пока который не приносит урожая. И вы будете искать источник проблем для того, чтобы был какой-то выхлоп, была реализация. Может быть, еще какой-то напряженный конфликт, выяснение взаимоотношений с ребенком, но здесь сможете найти выход из этого вопроса. Хорошо. Будем переходить с вами ко львам. Посмотрим, что там у львов. позитив недели, негатив недели и совет от карт. львы, вы идут в какой-то печали, досаде, какие-то планы, мечты, иллюзии, которые кардинальным образом могут поменять вашу жизнь. Либо это, знаете, какие-то цели, несбыточные планы, мечты, как крутануть колесо судьбы и поменять ситуацию в лучшую сторону, чего бы она не касалась. Но давайте обо всем поподробнее. Итак, если мы с вами смотрим вопросы личной жизни, вы на текущий момент свободны, то карты здесь говорят о том, что здесь и партнерство есть, но все не так и все не те. Никто вас не радует, нет в вашем окружении тех лиц, ну скажем так, предела ваших мечтаний, с которыми вы хотели бы строить свою судьбу. Еще такой момент, единственная ситуация, здесь может произойти знакомство, да, обрели то, что хотели, но человек на расстоянии и вас с тобой очень сильно будет тяготить. Если у вас ситуация, любовных треугольников, то это мечты и иллюзии, как же все-таки вы будете вместе, как отойдет третья сторона. То есть это как убрать соперника либо соперницу, такие вот горькие думы, переживания по этому поводу. Почему падает в позитиве? Ну это знаете, как трезво посмотреть на ситуацию объективную, принять какие-то выводы для того, чтобы из этой ситуации выйти. Если у вас стабильные семейные связи, вот здесь у нас туз кубков и здесь старший аркан суд. Это как после ситуации конфликтов, непонимания, затяжных каких-то черные полосы в ваших взаимоотношениях найти друг к другу подход с целью восстановления отношений и укрепления вашего союза. Если арканы смотрим относительно вопросов заработка, вы в статусе неработающего пенсионера, то это будут поиски нового источника дохода, будьте этим озадачены и озабочены. Если в статусе соискателя, то это знаете, позиция не было бы счастья, так несчастье помогло. Провалили одно собеседование и вас из серии совсем случайно могут взять на другую должность либо на другую работу. Если вы наемный сотрудник, для вас сейчас дотяну, то речь здесь может идти о каких-то конфликтных ситуациях, в первую очередь связанных с отношением к вам, с текущим положением вещей. Кто-то даже может озадачиваться вопросами поиска выбора новой работы. Если мы будем смотреть ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, давайте дотянем что у вас. Но здесь это будет как выбор касаемо нового партнерства. Отходить от одной партнерской деятельности, переходить к другой. Но иными словами, кто-то может выйти из бизнеса, либо с кем-то вы можете прекратить в принципе партнерскую деятельность и будете искать себе нового соучредителя либо нового партнера. По вопросам здоровья обратите, пожалуйста, внимание на желудочно-кишечный тракт и поджелудочную железу. Так, что у вас здесь в негативе, о чем идет речь? В негативе. Ну, во-первых, здесь могут быть какие-то известия, связанные с семьей в плане денег, трат, денег, незапланированные траты. Незапланированные траты связаны с поездкой к переездам и то, что, допустим, вам, если вы переходите на новую работу, нужно будет некий период поэкономить в плане денег. Что здесь может быть еще? Если вы приобретаете, например, автомобиль, то он будет стоить дороже, нежели вы планировали, потому что здесь, знаете, как превышение стоимости, то, которое вы заложили в основу. Но других каких-то негативных моментов здесь у вас я не вижу. Совет. Анализировать ситуацию, копать глубже, прояснять детали для того, чтобы вы могли принять какое-то знаковое либо значимое решение. Это, знаете, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Не спеши делать какие-то поспешные выводы, принимать взвешенные решения. Это вам поможет избежать неловких ситуаций. Плюс это, в принципе, знаете, как анализируйте, следите, собирайте информацию и, кстати, будете готовы к тому, что кто-то собирает информацию у вас. Давайте посмотрим неожиданность данного периода, о чем у нас конкретно здесь идет речь. Ну, вот видите, вопрос сплетен, так как грамотно к этому подойти. Плюс тут вопросы перемещения, передвижения связаны с этим незначительные трудности, потому что здесь, как я говорю, будут незапланированные траты. И у вас просто, знаете, в принципе, будет, если посмотреть по этим картам, вот как поменяйте билет, поменяйте направление, что-то здесь будете менять. как менять график, менять какой-то событийный ряд. Ну, например, собирались поехать там к родственникам, я утрированно говорю, в понедельник, там пересмотрели, о, поняли, что выгоднее поехать в воскресенье, то есть еще, например, раньше. Хорошо. Смотрим ситуацию для дев. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Девы, что у вас тут? Ой, любовь, морковь, иллюзии, больше картам говорить ничего не хотят. Ну, значит, так, значит, вам больше знать и не нужно пока. Ну, что, здесь, как обретение партнера мечты, это, в принципе, мечты и грезы, переживания о партнере, это планы и перспективы на будущее в партнерстве. Об этом идет речь. Если кто-то здесь на текущий момент свободен, это может произойти знаковое знакомство, человек, которого долго ждали, либо о котором мечтали. Если у вас любовный треугольник, то это мечты и планы о будущем вашей пары, но которые вы не видите перспектив. Либо вы не понимаете, к чему идет, либо понимаете, что будет пусто. Но у вас очень сильная эмоциональная привязанность, и вы не знаете, как с этим быть. Но, тем не менее, отношения здесь продолжаются. Если у вас стабильные семейные связи, то здесь это попытки отстроить ваши отношения, укрепить их, создать гармоничный союз. То есть вы будете зациклены именно на этом. Если рассматривать вопрос заработка, вашей реализации, вы в статусе неработающего пенсионера, то здесь будет поддержка материальная от вашего партнера, партнерши, либо от близких людей. Если вы в статусе соискателя, то это вам ваша вторая половина, либо очень близкий человек предложит ряд вариантов, куда вы можете трудоустроиться, либо с этим помочь. Если вы наемный сотрудник, ну это знаете, как такое знаковое кульминационное событие, вам могут предложить повышение, либо совмещение нескольких должностей одновременно. Если у вас вы собственный бизнес, это может быть новый соучредитель, новый партнер, который выведет вас на новый уровень. И если здесь смотреть вопросы здоровья, обратите внимание на легкие, могут быть просто легкие респираторные заболевания. То есть не нужно сразу там на не той ситуации думать, что это COVID. Нет, ну простуду тоже никто не отменял. Поэтому тем более карты падают в позитиве, здесь ничего критичного нет. Что у вас здесь в негативе? Так, кто-то здесь очень сильно тоскует по прошлому, не может отпустить прошлую связь, прошлые отношения. Плюс здесь могут на вас влиять ваше окружение, ваши родственники, в каком плане. Ну допустим, вы обрели какую-то пару, вам говорят, все не то, все не те. И понимаете, вы по их советам находитесь постоянно в одиночестве, в замкнутом пространстве. Что здесь еще? Здесь некоторым, особенно мамочкам, может не хватать свободы. Объясню почему. Потому что все время с детками, с детками хочется немножко самодостаточности, но ее не получите. И еще здесь будут незапланированные траты, связанные с детьми и вашими родственниками. Если вы планировали, что он куда-то здесь отдаст долг, все, видите, человек из прошлого давно занимал, к сожалению, нет. Если вы у кого-то занимали, вам могут напомнить о этих долговых обязательствах, а вы к ним не будете готовы. В плане совета десятка пентаклей, акцент на семью, укрепление семейных связей, это в принципе, знаете, как создание финансовой подушки, это крупные покупки, которые вас порадуют. И в принципе по этому аркану это хорошая прибыль. Самое главное в плане совета это грамотно распорядиться, не растражирить, а по крайней мере потратить на что-то существенное для себя. Так, что у вас здесь в плане неожиданности данного периода? Но личная жизнь у вас здесь на первом плане. Вот плетки, конфликт, страсть, эмоции, любовь и укрепление глубина чувств. А также здесь, знаете, страсть к любимому делу, за счет которого вы будете получать заработок. Карты у вас прекрасные, видите, реализация возможностей, защита, поэтому, ну пусть так и будет, пусть будут только позитивные моменты. Посмотрим с вами весов. Весы, как у вас будет развиваться ситуация? Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Так, весы, а у вас трудности выбора? Куда потратить деньги, куда вложить, чтобы они работали, либо что такого полезненького купить? Некоторые могут задумываться о вопросах инвестиций, каких-то вложений, чтобы деньги работали, переносили дивиденды, можно сказать так. Но, как говорят карты, не впадайте в иллюзии, особенно, если вы не знакомы с каким-то делом, новаторством. То есть, знаете, как не кладите все яйца в одну корзину, иначе можете остаться ни с чем. Тройка жезлов, это как детальное изучение того-либо иного вопроса, и имейте несколько источников, куда вы будете инвестировать, вкладывать, либо нескольких источников заработка, то есть, смотрите шире и глубже, потому что основная задача не только хорошо зарабатывать, но и грамотно тратить. Так, хорошо, если вам смотреть данные арканы относительно вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободны, то здесь, знаете, как человек из ваших мечтаний, из ваших снов, из ваших грез, предоставится возможность в такой счастливый случай обрести вторую половину. Если у вас на текущий момент вовные треугольники, квадраты, то здесь четко будете отстаивать свои позиции, требовать права на то, чтобы вам больше дали внимания, любви, ласки, заботы, кто-то будет требовать материальных вложений, материальных благ с целью докажи или покажи, как ты меня любишь. Если у вас стабильные семейные связи, то это планы, мечты, это расчет, стратегии относительно заработка, как зарабатывать совместно, как приумножить свои блага, как потратить, как их распределить. Если вы в статусе неработающего пенсионера, тем не менее, ваша финансовая ситуация стабильна, вы об этом позаботились заранее, то есть, более-менее, здесь все в порядке. Если вы в статусе соискателя, то это наконец-то определиться со сферой, это грамотно пройти собеседование и тогда устроиться. Если вы наемный работник, то здесь зарплата, бонус, отпускные, то есть, увеличение дохода. Если у вас его собственный бизнес, это найти как новую нишу, за счет которой вы будете получать монетизацию. Если обратить внимание на состояние здоровья, здесь по этим арканам оно прекрасно, шикарно, сделать только акцент на укреплении иммунитета. Что у вас здесь в негативе? Что вам так разбивает сердце? А, закрытая информация. Что вы, есть план, есть цель, не знаете, как себя реализовать, чтобы достичь результатов. Это будет очень сильно уметать. Либо, если у вас любовные треугольники, то вы не знаете, каково будет развитие ваших отношений. Это будет вас угнетать и вы не будете знать, как действовать, как себя позиционировать и что с этим делать. Ну, хорошо, что в плане совета? По королеве кубков прислушиваться к своей интуиции, никогда дурного вам не подскажет. Более того, вот видите, медитативные практики, четверка мечей, отдых, покой, упокоение, занятие любимым делом, арт-терапия. Это, знаете, не только у вас уравновесят, создадут баланс, но и подскажут, как вам поступить в той либо иной ситуации. Еще в качестве рекомендации, это, знаете, обратиться за советом к девушке, либо которая является психологом, либо это женщина водной стихии, рак, скорпион или рыба. Может, отдельный совет, либо помочь вам действительно каким-то делом. Еще, как совет, если кто-то из вас пытался погружаться в основу психологии, медитативных практик, рейки, транссерфинг, хилинг, более глубоко, детально копать в сфере эзотерики, то однозначно пробуйте, у вас все получится. Что у вас здесь в плане неожиданных событий? Ох, кардинальная трансформация будет в плане работы, рабочей деятельности, потому что здесь, во-первых, грязь крепит науки, ведь открывает новые знания, преодолевает трудности и переживания, найти гармонию, самое главное, выдастся какой-то шанс, счастливый случай для того, чтобы можно было реализовать свои способности и таланты. В этом поможет либо ваша настойчивость, либо действительно какой-то мужчина, который вам нас подсказку, направит, покажет, расскажет, либо действительно реализует какой-то план, чтобы вы могли раскрыть свой потенциал. Вот об этом говорят арканы. Будем переходить к скорпионам. позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что у вас здесь? Скорпионы, как дети, дурак, двойка кубков, королева Пентакли. Ну, смотрите, либо новая влюбленность, либо у кого-то единение пары, союз, ситуация деторождения, прибавление в семье, новый питомец, либо, в принципе, кто-то получит предложение руки и сердца, единение как пары, либо, в принципе, здесь, знаете, как единение, умиротворение, отдых, а также может быть здесь поездка с ребенком, с супругой, ну, то есть какое-то вот единение, потому что хочется эмоций, хочется отдыха, хочется, знаете, умиротворения, и будете либо это планировать, либо уже осуществлять на этой неделе. Но давайте по всем поподробнее. Итак, если вы на текущий момент свободны, то здесь новое знакомство, причем, вы знаете, как щита подачи, это может быть мать, это может быть женщина, как руководитель, так и, в принципе, женщина земной стихии, телец, дева или козерог, которая может познакомить вас с вашей второй половиной. Если у вас любовные треугольники, ну, по тузу мечи принимать волевое решение, потому что отсекать третьих лиц и создавать как новый союз. Вот об этом идет речь. То есть, чтобы не было треугольников, отсекать ненужных людей. Если стабильные семейные связи, укрепление отношений, повторюсь, поездка, совместное время препровождения, у кого-то пополнение в семействе, планирование отпуска, поездки, переезда. Если рассматривать позиции заработкового в статусе неработающего пенсионера, то здесь финансовая помощь как от партнера, так и от детей. Если в статусе соискателя, то с работой помогут либо мать, супруга, либо это просто, если вы смотрят меня, девушка, ваш партнер, может быть. Также это может быть наставница, в принципе, ну, допустим, если кто-то вам подсказал, да, какое-то руководящее звено. Ну, например, ходите в тренажерный зал, с кем-то познакомились, человек, о, ты мне подходишь, давай я тебя возьму на работу. Я утрированно вам рисую картину, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Так, если вы наемный сотрудник, новая должность вас поддержит, вас выдвинут на новый пост увеличению заработной платы, если, ну, либо хорошая прибыль на этой неделе, еще так. Плюс многие из вас могут задумываться о новом бизнесе, совместном, партнерском, который вы будете развивать. Кстати, у некоторых, которые, допустим, уже ведет супруга, либо мать. Если мы смотрим ваш бизнес, то это новое партнерство, второй проект, который будет приносить хорошую прибыль, то здесь все замечательно. В плане здоровья, для некоторых, вопросы зачатия, деторождения, еще обратите внимание, пожалуйста, на легкие, в плане, знаете, как, чтобы не было респираторного заболевания, либо аллергических реакций. В негативе, что у вас здесь, ой, быть или не быть, это ваше традиционное, то, что вам сносит голову, быть или не быть, вот в чем вопрос. Помогу контролировать ситуацию, работать, или по девятке кубков предаться утехам. У некоторых, это, знаете, совместить приятное с полезным, и работу, и отдых. Но, в принципе, могу сказать так, однозначно будет тяготить ситуация отдыха. Кому-то хочется бросить все, всех уехать, отдохнуть и восстановиться. То есть у многих эта ситуация будет стоять на повестке дня. Хорошо, что в плане совета? Ну, по десятке пентаклей, все в дом, все в семью, укрепление взаимоотношений, ситуация заработка, искать новый источник дохода, помогать близким и вашим родственникам финансово, если у вас есть таковая возможность. Если вы нуждаетесь в помощи, просите у близких, вам тут не откажут. Ну, и посмотрим на неожиданность данного периода. Так, если меня смотрит мужчина, то здесь однозначно, вот, кризис, катарсис, нужна ситуация восстановления, либо нужна ситуация чьей-то помощи. Ну, видите, связана поездка, переезд, смена места жительства, отдых. У кого-то известие о деторождении. Ну, давайте дотянем, что у вас здесь конкретно. Ключ, птицы, гора. Ну, у кого-то это как связано с вопросами переезда, перелета, оформления бумаг, документов, потому что коса, это как резко изменить ситуацию. Что у вас тут? все-таки это связано с какой-то поездкой. То, что у вас здесь стоит на повестке дня. Ну, напишите, как пролет по факту. Хорошо, будем с вами переходить к стрельцам. посмотрим, что здесь у стрельцов. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Так, что здесь у стрельцов. У стрельцов. Так, либо объявится бывшее восстановление отношений с бывшим, как бы даст веточку, либо серьезные траты на удовольствие, на хобби и на семью. Может быть, связано с семьей, обустройство дома, либо, в принципе, знаете, как уединиться, заниматься родовым гнездом, либо обустройством, облагораживанием. У кого-то, кстати, может еще быть плановая поездка к семье и еще, как вариант, приезд родственника к вам. Ой, как может проиграться это вот, если по таким моментам. Если касается судебных практик и разбирательств, могу сказать, так, дело еще судебное затянется, но в перспективе вы его выиграете. Если рассматривать арканы относительно вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободны. здесь, повторюсь, может объявиться бывший. Ну, касаемо нового человека, такое может быть, но тогда, если новый, то тот семейный, несвободный товарищ. Если меня смотрит мужчина, то смотрите, у вас ситуация аналогичная. Либо проявится кто-то из прошлого, либо, если это будут знакомства, то здесь ваша девушка будет несвободна. Но на дно колоды у вас тут спинтахли. Но такая возможность вам предоставится. Так, если смотреть любовные треугольники, если были в ссоре, то это примирение, восстановление. Если ссоры не было, то все так и будет двигаться дальше. Ситуация так и дальше будет планомерно продвигаться, пока перемен никаких нет. Если у вас стабильные семейные связи, укрепление взаимоотношений, это могут быть, как я говорю, приезд родственников, будете заниматься их обустройством, и траты, связанные с близкими. Но тут на самом деле недели ровная, неделя спокойная. У кого-то, кстати, может представиться поездка на родину. Если вы на текущий момент неработающий пенсионер, то здесь давайте-ка посмотрю. Тут дотации со стороны близких, как денежный перевод. Это первое, что у вас здесь идет, либо финансовая помощь от мужчины, кубковой стихии, рак, скорпион или рыба. Если вы в статусе соискателя, то это помощь в трудоустройстве ваших родственников. Или сейчас посмотрим, кого. Нет, только родственники, родственные связи здесь идут. Если вы в статусе наемного сотрудника, то могу сказать, незначительное увеличение заработной платы. Но кто-то по рекомендации из вашего окружения вы можете задуматься о том, чтобы сменить сферу деятельности, вашу профориентацию. Если у вас свой собственный бизнес, то здесь все ровно, хорошо, стабильная прибыль. Могут быть какие-то планы либо цели взять кого-то еще в вашу род деятельность и кого-то из родственников. То есть здесь какой-то критической ситуации нет. Если смотреть вопросы здоровья, сейчас дотянем. Но ситуация восстановления, обратите, пожалуйста, внимание на почки. Могут почки барахлить в рамках этой недели. Могут быть, как следствие, отеки, дотловатость и лишний вес. Что у вас здесь? Ох! Ну, смотрите. Пятерка жезлов, луна и мир. Это споры с родственниками, выяснение взаимоотношений, это вставление со точки зрения, конкуренция. Это могут быть еще какие-то перипетии, особенно если вы переезжаете за границу, какие-то там, знаете, нюансы на таможне. А если вы выстраиваете какой-то бизнес, входите в медиапостранство, то ожидайте высокой конкуренции, вам придется встаивать место под солнцем. Что у вас в плане совета? Ну, пятерка, пятакли, карта, кризис. Если нуждаетесь в финансовой помощи, просите, вам окажут. Если какая-то затяженная полоса неудач, знайте, она пройдет. Почему? Потому что пятерка, пятакли, десятка кубков помогут вам в этом члены вашей семьи. Не важно, чего это касается, ваш психоэмоциональный фон, какой-либо кризис, недостача финансов. То есть здесь это ваше окружение, ваше, знаете, как говорю, соратники во всех моментах. Ну, давайте посмотрим неожиданность данного периода. О чем здесь идет речь? Женщина, дом, дерево. Ну, укрепление семейных связей, обустройство дома, недвижимость, акцент на здоровье. Ну, в первую очередь, знаете, как бить родовое гнездо. Еще кто-то может работать на дому, либо работа, бизнес может быть связана с недвижимостью. А из кольцо рыбы, кстати, кто-то либо получит очень выгодное денежное предложение, рабочие там и так далее, денежный перевод, а кто-то получит предложение руки и сердца и вопрос сожительства. Так что вот так вот, очень хорошая у вас неделя. Будем переходить к козерогам. Посмотрим, что там у козерогов на этой неделе будет. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что у вас здесь? У вас накал страстей. С чем это связано? Обрести гармонию в плане обучения, обучение, которое может тяжеловато даваться, как вам, так и, например, вашим детям. Либо это, знаете, как резкое, спонтанное будет решение вообще пойти учиться. Причем по умеренности это то, что, знаете, как восстанавливает ваш внутренний потенциал и является вашим дополнением. Опять же, если это обучение, это будет касаться дистанционных каких-то форм, как ваших, так и вашего чада. Это могут быть траты, связанные с поездкой, с куплей, продажей автомобиля либо его ремонтом. Если рассматривать Арканы в целом по личной жизни, то здесь может быть новый опыт и знакомство с человеком либо в поездке, либо на расстоянии. Причем человек здесь будет младше вас. Если мы смотрим с вами любовные треугольники и так далее, то здесь будет отсечение отношений и разрыв по той простой причине, что человек вас полностью высасывает. Понимаете? Вы потом не можете собрать себя до кучи. И по этим картам это будет потребительское отношение к вам. Кто-то даже в отношения мог идти ради меркантильного интереса. Если у вас стабильные семейные связи, то здесь будет акцент на детей, финансовая помощь детям. Кстати, может быть приезд детей. Либо кому-то могут здесь командировать внуков. Будет заниматься внуками еще так неожиданно для вас. Так. Ну и в принципе, если, скажем так, были какие-то конфликты и ссоры, это попытки обрести новый опыт и идти на компромисс со своей второй половиной. Если рассматривать с вами будем вопросы работы, вы в статусе пенсионера, то здесь финансовая помощь либо перевод от детей, но также может быть и ваша финансовая помощь детям. Если вы в статусе соискателя, то могу сказать однозначно найти работу по душе, причем как-то резко неожиданно, но вот у вас уже стажировка, вы стажируетесь, проходите обучение. Если вы наемный работник, это может быть внезапная внеплановая командировка. Опять же, курсы повышения квалификации. Могут быть какие-то тесты на аккредитацию, подтверждение верификации вашей и прочих нюансов, потому что по этим арканам это подтвердить знания. Если же у вас свой собственный бизнес, акцент здесь будет на, знаете, как перетрубацию персонала, то есть перетрусить, посмотреть, посмотреть, кого оставить, от кого отказаться. То есть акцент на кадры как двигатель прогресса и развития вашей компании. Если смотреть вопросы здоровья, то здесь могут быть острые ситуации с почками, к сожалению. Почему это впадает в позитиве, это как вовремя купировать это состояние. Почки, надпочечники, вот так рези либо боли даже могут быть. В негативе что у вас? Грусть, тоска, печаль, ситуация сложного выбора. Касается это все прошлого. Что конкретно вас там так по этому прошлому тревожит? В ком-то вы видели свое отражение вторую половину. Отношения зависли, вы теперь не понимаете. Будет развитие этих отношений или нет. Если речь не о отношениях, это касается какого-то делового проекта, который был в прошлом, но завис, и вы теперь не знаете, будет ли продолжение этой ситуации, этого проекта или не будет. По совету десятка жезлов. взялся за гушь, не говори, что не дужь, как бы ни было тяжело, эмоционально, физически, внутренне, кризис, хочется все бросить, идите до конца, потому что та лямка, которую нужно тянуть, дотянете, получите результат, бросите на полпути, будете кусать себе локти. Хорошо, смотрим с вами неожиданность данного периода, о чем у нас здесь идет речь. А из дома ребенок, приезд в дом детей, внуков, пополнение в семействе, дистанционное обучение, переезд в новый дом, новое место жительства, покупка дома, ну вот видите, как вы можете переезжать на новый дом, к вам могут приезжать в дом, то все, что связано с детьми, вопросами недвижимости, переездами в новый дом, обустройство дома и так далее, приятные хлопоты, приятные моменты. Я вам искренне от всей души этого желаю. Пусть так и будет, чтобы не было никаких негативных казусов. Так, будем с вами переходить к водолеям. Так, водолеи, что вас ожидает на этой неделе? Давайте посмотрим. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Ух ты, у вас прям одни кубковые карты, ну что тут, любовь любовью погоняет. Ну давайте так, что здесь? Приятные поездки, примирение, восстановление, знакомство, деторождение, сюрпризы, подарки, это все то, чем будет наполнено вашей неделе. Если мы с вами будем разбирать по вопросам личной жизни и вы на текущий момент свободны, то Аркана указывает однозначно на новое знакомство. Оно может произойти на каком-то мероприятии, день рождения, банкет, встреча, то есть это может быть какой-то даже концерт, ну либо плановое мероприятие, куда вас пригласили. По рыцарю кубков, оно может проходить дистанцировано, либо еще в дороге, ну то есть или концерт, или в дороге, или через интернет, вот так. Если у вас на текущий момент любовные треугольники, то Арканы могут указывать на укрепление вашего союза, на желание создать семью и более того, у некоторых из вас могут пройти вопросы деторождения, зачатия и деторождения ребенка. Если же у вас стабильные семейные связи, укрепление союза, проявление внимания, заботы, чувств, опять же, для кого актуальна тема детей, рождения, планирования, то есть будете делать акцент на этих вопросах, для кого же не актуально, это просто, знаете, по максимуму посвятить время друг другу. Больше заботы, внимания, ласки, любви, проявления, нежности, это какие-то мелочи, сюрпризы, подарки. У кого-то могут быть дни рождения, вы будете радовать друг друга, допустим, у вашей второй половины и будете каким-то образом, знаете, как вкладываться, поощрять, заботиться. Если рассматривать Арканы относительно тех, кто сейчас не работает, находится в статусе неработающего пенсионера, и мы смотрим вопросы карьеры, это будет новое увлечение, погружение в какой-то новый творческий процесс для души, который вам будет безумно нравиться и может приносить незначительный доход. Если вы в статусе соискателя, это обрести любимую работу в первую очередь, она будет предоставить вам массу удовольствия. Кстати, у некоторых это может быть бариста, гостиничные, рестораны, бизнес, либо творческие процессы, татуаж и арт-терапия, все, что с этим связано. Может быть, в дизайн уйдете. Если вы являетесь наемным сотрудником, то здесь два варианта. Первое, новая должность, в которую вы просто эмоционально залипнете, вам будет нравиться, у вас будет, знаете, как масса переживаний, эмоций, чувств для того, чтобы погрузиться в этот процесс. Или же может у вас случиться влюбленность на работе. Для тех, у кого свой собственный бизнес, повторюсь, тоже может отыграться в период влюбленности, нового знакомства, основанного на деловых контактах, так и может отыграться новый какой-то проект, в который вы погрузитесь от и до и будете развивать свое детище. Если смотреть в плане здоровья, карты замечательные, шикарные, поэтому здесь и психологическое, и физическое состояние здоровья будут стабильными. Что касаемо негатива, давайте посмотрим, как для вас отыграется здесь ситуация. Ух ты, три старших аркана. Звезда, суд и карта колесо фортуны, кардинальные перемены в жизни, к которым вы просто эмоционально можете быть не готовы. Допустим, исполнение мечты, но не тем путем, как вы хотели. Здесь может быть воссоединение бывших отношений, тех, которые у вас были в прошлом. Но видите, создание семьи. Единственное, что здесь может быть напереку родственникам, и это вас будет огорчать. Единственный момент, что здесь может еще произойти, вот по связке карты, это знаете, как вы встретили человека своей мечты, а он не свободен. Но здесь это четко, понимаете, вот эта неделя вас захлестнет однозначно. Еще в негативе, что здесь может пройти, это решать проблемы у ваших родственников на расстоянии, дистанцированно. Особенно, если, допустим, у кого-то судебные процессы, затянувшиеся процессы, то они еще будут длиться как минимум несколько месяцев. То есть, они быстро не разрешатся. И в плане совета жрица. По жрице прислушиваться к своей интуиции, к своему чутью, к тому, что вам подсказывает ваше нутро. Если необходимо, знаете, как обратиться кому-либо за помощью, советом. Это может быть и психолог, это может быть эзотерик, неважно, нумеролог, таролог, астролог, тот, кто поможет вам найти ответы на ваши вопросы. Еще как совет и рекомендации держите то, что происходит в рамках этой недели втайне, не делитесь этим. Держите при себе для того, чтобы оно имело энергию раскрутиться, воплотиться в жизнь и дать вам тот результат, к которому вы стремитесь. Ну, давайте посмотрим еще в плане неожиданности, что у вас здесь может идти. Так, однозначно кардинальные перемены. Гроб собака и звезда. Это, знаете, после затяжного кризиса при помощи друга либо появления такого человека в жизни исполнение мечты. Причем после, видите, долгого периода, как страданий, переживаний. Ну, вот видите, лиса, якорь и женщина это появление в вашей жизни человека, с которым у вас будет прочная стабильная связь. Либо человек, который вам еще поможет в плане вашего развития, карьеры, поэтому это очень ценно. Поскольку здесь еще падает жрица, если вдруг кто-то из вас намеревался чему-либо обучаться, в астрологию вы хотели уйти, в рейки, неважно во что, все, что касается эзотерики, то самое время не теряйте, возможно, сейчас самый такой для вас актуальный период, то есть легко будет заходить информация, сможете добиться медийности впоследствии, либо какой-то известности, то есть это вам будет только в плюс и легко будет даваться информация. Ну и давайте с вами посмотрим для знака Зодиака рыбы, посмотрим, что у нас там будет у рыбок. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Рыбки. У вас прям две королевы. Мир, королева Пентакли, королева кубков. Что здесь может проходить? Это какие-то проекты, которые вы будете реализовывать через интернет. Не знаю, обучение, предоставление услуг, продажа товаров. Это, в принципе, все, что связано с вопросами перемещения, траты на поездку, переезды, сменные места жительства. Это могут быть траты, связанные с учебой за границей, получение образования дистанционно. Это может быть также психологическое консультирование, то есть только, опять же, дистанционно по Аркану Мир. Сейчас даже дотяну, что у вас здесь еще проходит. А, сокрытая информация, не могу сказать, значит, вам нельзя больше знать. Хорошо, давайте смотреть далее. Если это касается вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободны, то здесь может у вас пройти знакомство, поездки, либо на расстоянии, причем, если вы мужчина, даже не с одной женщиной, а если меня смотрит женщина, то здесь это понимаете, сейчас посмотрю для вас, знакомство с очень знаковым интересным человеком, но вы будете четко понимать, что в этом союзе вы не одна, то есть ваш партнер будет не свободен. Если это вопрос любовных треугольников, то это попытки притянуть одеяло на свою сторону, то есть обойти соперницу. Если смотрит мужчина, то вам предстоит делать сложный выбор, как урегулировать ваших женщин и поддержать взаимоотношения с одной и с другой, потому что делать знаковый выбор вы на текущий момент пока не готовы. Если это стабильные семейные связи, что здесь может быть? Приезд родственницы либо ваш отъезд к родственнице, потому что здесь четко проходит тематика приезда-переезда родственников, друзей, близких вам, может быть, подруг, которые могут вас навестить. Сейчас даже дотянем, что здесь еще. Вот видите, по четверке жезлов это приезд родственников, это в принципе, знаете, как построение семейных взаимоотношений, укрепления, и поскольку все три аркана это ведь тоже три аркана зачатия, поэтому они могут для некоторых из вас, безусловно, не для всех указать на ситуацию деторождения. Если рассматривать эти арканы относительно вопросов работы, заработка, вы в статусе неработающего пенсионера, то арканы указывают на финансовую помощь со стороны ваших близких, родственников или подруг, даже может быть пройти денежный перевод. Еще такой момент, если вы владеете каким-то рукоделием, это может быть небольшой заработок, посредством интернета будете продавать свои товары либо предоставлять свои услуги. Если вы на текущий момент соискатель, то вам может помочь в трудоустройстве некая женщина, причем здесь вы даже дистанционно можете пройти собеседование, подать резюме, ну и знаете, даже работа у вас здесь может быть дистанционной. Еще связано с вопросами логистики. Если на текущий момент вы являетесь наемным сотрудником, то арканы указывают на увеличение заработка, это может быть индексация зарплаты, дополнительные бонусы, премии и хорошее расположение руководства по отношению к вам. Если у вас собственный бизнес, это новые партнеры издалека, другой город либо страна, с которыми вы будете выстраивать очень плодотворные деловые взаимоотношения. Если это вопросы здоровья, то здоровье у вас прекрасное и физическое, эмоциональное, тут как бы жаловаться не на что. Что у вас в негативе? Так, секунду. В негативе у вас может быть ситуация, это знаете, как, во-первых, длижка имущества и наследство с кем-то по причине смерти дальнего родственника. Второй момент, это приезд родственника родственницы, будете тянуть какие-то и решать его финансовые проблемы и тяжбы. Плюс будут, знаете, как очень большие вопросы расточительства из-за родственников. Если вопросы здоровья, то это может быть, например, длительный период восстановления после родов по вот этим вот картам или серьезный гормональный сбой, который вот по вот этим картам луна, смерть и пятерка пентакта, они указывают, что, допустим, вам, чтобы чего-то достичь, например, вопрос о зачатии, состояние здоровья нормальное, но будете проходить гормональную терапию, которая впоследствии может дать не совсем хорошие результаты, в принципе, на вашем самочувствии, но тем не менее сможете добиться того, чего хотели. Вы просто зачатие деторождения, поэтому здесь нужно подбирать хорошего врача. Что касаемо совета, пятерка жезлов, конкуренция, споры, конфликтность, повышенная напряженность во взаимоотношениях. Стоит ли так себя вести, как экраны показывают? Стоит. Отстаивайтесь свое, свои позиции, свои сгады на жизнь, будьте стойкими, выносливыми и, ну, как, кому-кому, а вам в рамках этой недельной компромисса идти не стоит, потому что вы и так очень ранимые, очень мягкие в чем-то. Вот здесь нужно проявить небольшую жесткость для того, чтобы вас увидели, услышали, заметили и к вам прислушались. Хорошо, давайте посмотрим на неожиданность данного периода, о чем идет речь. Так, ну, смотрите, птицы, мыши, крыс, ну, крысы, сердце, сплетни, споры, конфликты, конкуренции в личной жизни, это раз, ну, тут видите, либо какие-то конфликтные ситуации, это конкуренция за место фаворита, фаворитки, например, перед руководством, да, в любом случае у руководителей тоже есть свои любимчики и так далее, это, знаете, как вырвать пальму первенства, дабы заполучить какое-то расположение, но потом, соответственно, и благо. В первую очередь, вопрос касается личных взаимоотношений, либо, знаете, как споры с родственниками и так далее из-за личных отношений, в частности, допустим, из-за вашего выбора, кого там вы себе выберете, партнера, либо партнершу, может быть напряженное взаимодействие и выяснение отношений с вашими родственниками, поэтому вот так. Всем знаком зодиака на этой неделе желаю только продуктивных перемен, пусть для вас неделя будет легкой, не обремененной какими-то тяжкими обстоятельствами, что бы ни случилось, всегда верьте в себя, потому что вы кладезь в мудрости, знания, опыта и сам себе путеводитель по жизни, никогда об этом не забывайте, любите себя, будьте любимы и будет вам счастье. Я с вами не прощаюсь, до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok,